Всем привет, друзья, с вами Маламадрас. Совсем скоро в PUBG выйдет новый восьмой рейтинговый сезон, вместе с уже всем привычным Royal Pass. Но чуть больше года назад никто и знать не знал, что такое Royal Pass, и его выход был каким-то невероятным событием. Самым частым вопросом тогда на стримах был, стоит ли покупать этот РП или нет. С тех пор прошло целых 7 сезонов, ну точнее 6, потому что на первом рейтингном сезоне не было Royal Pass вовсе. И перед выходом восьмого сезона я решил вспомнить все предыдущие сезоны, провести, так сказать, полную аналитику и сравнить все РПшки с самого начала. Насколько они изменились и в лучшую или худшую сторону, а также увидеть вектор развития в Royal Pass, халтурит ли разработчик или все же старается с каждым сезоном все больше. Это видео будет, скорее всего, долгим, так что запаситесь чем-нибудь съедобным и устраивайтесь поудобнее. И, конечно же, проверьте, поставили ли вы лайк этому видео и подписаны ли на канал. Если нет, обязательно это сделайте. Я очень постарался, чтобы сделать это видео, у меня ушло очень много времени. Для вас все равно поставить лайк 2 секунды, а мне приятно, что я делаю это не напрасно. Итак, поехали. Как я уже сказал, пока что в PUBG Mobile всего 6 Royal Pass, начиная со второго сезона. Но, чтобы не путаться, мы будем первым сразу назвать вторым, с которого все началось. Этот Royal Pass был первым, можно сказать, проверочным, и разработчикам нужно было завлечь игроков и смотивировать их тратить своих ровные деньги каждый новый сезон. Маленький спойлер, это у них очень хорошо получилось. Миллионы игроков так и делают до сих пор, тем самым поддерживая разработчиков, давая им возможность зарабатывать на бесплатной игре. И я считаю это справедливым, тем более косметический донат никак не влияет на баланс в игре. Итак, пройдемся по всем сезонам. Пожалуй, единственным неизменным параметром на протяжении всего времени существования Royal Pass'а в PUBG Mobile осталась только его цена. Как и в первом сезоне, так и в седьмом стоимость составляет 600 UC за первый уровень и 1800 за 25 прокачанных уровней сразу. И это единственное постоянное. Но! Здесь есть один очень важный момент. Во втором и третьем сезоне на протяжении всех уровней можно было собрать еще 300 UC в наградах. Ну, можно сказать, своеобразный кэшбэк, который возмещал половину стоимости Royal Pass'а. А начиная с четвертого сезона разработчики ввели полный кэшбэк, то есть выполнив все уровни, вам возвращается в наградах 600 UC. И таким образом, потратившись один раз на Royal Pass и имея дисциплину не потратить эти 600 UC на кейсики и тому подобное, мы можем, заплатив один раз, покупать каждый новый РП за эти 600 UC. И, то есть, можно сказать, бесплатно. Понятно, что на деле мало кто способен сохранить эти 600 UC два месяца, но все же такую возможность нам дают. Это уже не говоря про купон на пять уровней, который дается на каждый новый сезон. Теперь перейдем к следующему параметру. Это уровни. Во втором рейтинговом сезоне, когда появился первый Royal Pass, было всего 70 уровней, а как вы знаете, во всех последующих стало 100. Вообще, привычным промежутком действия сезона стал восьминедельный отрезок времени, но третий сезон, посвященный карте Санок, по каким-то причинам длился аж 12 недель. И, выполняя 10 миссий в неделю, в каждом сезоне давался ящик с купоном РП очков. Вы сейчас видите на экране, сколько очков было в каждом ящике в каждом сезоне. То есть, только в третьем сезоне было всего 100 очков за неделю, и, наверное, потому что недель было целых 12. Прежде чем мы перейдем к подсчету всех ништяков на каждом сезоне, давайте посмотрим на новый контент в РП, как он появлялся. Если в дебютном втором сезоне было все ясно и понятно и так, то в последующих начали появляться новиночки, например, кейсы. Собственные Royal Pass'овские кейсы. То есть, к каждому новому сезону был приурочен свой ящик, в котором можно было выбить редкие крутые скины. Лично для меня это было плохой новостью, так как кейсы в игре это еще то дерьмецо, и чтобы что-то выбить, надо быть нереально везучим человеком. Но при этом именно в этих кейсах РП процент выпада был намного выше, чем в магазинах ящиках. В каждом таком ящичке были вещи, которые, наверное, хотел получить каждый. В третьем сезоне Золотая Маска. Кстати, я ее выбил, она у меня есть до сих пор. В четвертом это Ледяной Уазик и Сковородка, причем такого Уаза, честно говоря, до сих пор ни разу не встречал. В пятом сезоне Крутая Дача, а вот в шестом особо ничего полезного, как по мне, не было. Ну и в седьмом, то есть в текущем, это скин на Уаз и Коряк. Кстати, Коряк я выбил, если не видели этот опенкейсинг, обязательно посмотрите. И сейчас вы можете видеть вероятность выпада вещей в каждом сезоне. И очевидно, что эта вероятность ощутимо упала по сравнению с начальными сезонами. Еще из нового контента в четвертом сезоне появилось такое понятие, как карточки миссий. Они стали занимать целую клетку наград, и с помощью них по сей день можно закрывать те миссии, которые вы не можете или не хотите проходить. Раньше четвертого сезона таких карточек не было. Сами миссии и награды за них тоже постоянно менялись, но я даже окунаться в это болото не хочу. Но определенно точно сейчас есть куча миссий, которые проще закрыть, чем проходить. Например, там убить 20 человек с ЭКМ в местечке же посранц, глядя на восток левой рукой почетным числом месяца, ну и тому подобное. Я такие миссии сразу закрываю карточками. Ну а теперь давайте посмотрим на очень интересную штуку. Это страница обмена в Ройал Пассе. На самом деле обмен был с самого начала, со второго сезона. И суть его заключалась в том, чтобы излишки РП очков потратить на дополнительные награды. Понятное дело, что все рассчитано так, чтобы человек, купивший первый уровень РП, выполнив все миссии, еле-еле дошел до максимального уровня. Но если вы, как и я, покупали сразу 25-й или 100-й уровень, то, соответственно, РП очки оставались и их можно было менять на награды. И если еще на втором и третьих сезонах все было завязано исключительно на РП очки, и можно было обменять их на скин на самолет или сет пилота, который мне до сих пор очень нравится, ну или костюм зайца. Правда, без башки, башку можно было получить только за максимальный уровень Ройал Пасса. В третьем сезоне меньше годноты, но все же, сюда еще добавились, кстати, те самые кейсы, которые можно было покупать за РП очки. То есть с четвертого сезона, помимо РП обменника, появились шмотки и за БП валюту, и за ЮЦшки, и эти покупки разблокировались с определенного уровня. То есть в чистую чашу Ройал Пасса засунули еще один магазин, и как вы видите, кроме скина на мотоцикл и кейсов, за РП очки здесь ничего нельзя было купить. В пятом же сезоне вообще отказались от скинов за РП, за исключением главного скина, который нужно было выбрать. Либо Дракон, либо Охотник. Если вы хотели обладать сразу двумя скинами, то второе можно было докупить за 10 косарей РП очков. Лично для меня в этом сезоне вкладка обменников просто обосралась конкретно. В шестом сезоне вроде как ситуация улучшилась, появился коряк за 2 400 РП и какой-то дешманский сет. И, внимание, желтые штаны за 90 тысяч БП. Я, конечно, понимаю, что батлпойнты толком никому не нужны в игре, но тратить сотку на говенные штаны я лично не стал. Ну и в нынешнем седьмом сезоне разрабы решили перенять опыт пятого, так как сейчас тоже нужно выбирать костюм, плюс добавилась маска почти за косарь РП очков и баллончики для прокачки оружия. Можем сделать вывод, что объективно во втором и третьем сезоне, ну, край четвертом, обмен был интересным и полезным, а дальше все сошло на нет. Теперь коснемся еще одной фишки, такой как награды. Разработчики изначально ставили какие-то цели, и я уверен, они сами охренели от того, насколько успешно продавались РОЙЛ ПАСы. Потому что на третьем сезоне целью стояло число в 400 тысяч. И разработчики щедро дарили за первые 100К всем по 50 ЮЦ. За 200К и за 300К РОЙЛ ПАСовские сундуки, ну и за 400 тысяч беспонтовой скин на сковородку. Но все же было приятно. На четвертом сезоне я, к сожалению, не нашел своего скрина, но вроде как тоже дарили кейсики, насколько я помню. А вот на пятом сезоне цель продаж стояла уже аж на 2 миллиона РОЙЛ ПАСов, но награды стали что-то гораздо хуже. Карточки миссий, 100РП очков и на 2 ляма целый кейс. Но все равно, как говорится, спасибо. На шестом сезоне число возросло аж до 5 миллионов продаж, и награды тоже карточки миссий, РП очки и карточка смены ника. То есть даже кейс решили не давать. И на текущий сезон план вырос аж до 8 миллионов, и призы остались теми же. Только в конце подарили 10 купонов, которые можно обменять на ящик. То есть мы можем проследить за ростом амбиции разработчиков и ценностью наград за подобные успехи. Я не хочу считать чужие деньги, но с радостью констатирую факт, что доходность проекта PUBG Mobile на уровне небывалых высот. Посмотрим, какие цели они поставят на восьмом сезоне. Ну и теперь перейдем, пожалуй, к самому нужному, интересному и важному. Это подсчет скинов в игре. Ух уж я и задолбался, ребята, считать все эти скины на всех сезонах. Но я надеюсь, что вы это зацените и оцените лайком. Меня сейчас не интересуют карточки, БПшки, ЮЦшки, тем более, что мы их уже подсчитали. Эмоции, аватарки, прически идут лесом. Сейчас мы будем считать шмотки и скины на оружие и транспорт. Причем разделим их на редкость и важность. Начнем, пожалуй, со второго сезона. Я подсчитал, что из всех скинов у нас есть два парашюта, четыре скина на оружие и три скина на самолет. А также один сет и аж семь элементов одежды. И из всего второго сезона мы имеем лишь один легендарный элемент. Это голова зайца. А все остальные фиолетовый и синий. В третьем сезоне вы видите, что легендарных вещей стало уже пять. И при этом аж целых четыре сета одежды. В четвертом сезоне получилось всего шесть легендарных вещей. И из всего прочего пять скинов на оружие и четыре сета одежды. В пятом сезоне целых семь легендарок и даже одна мифическая вещь. В шестом сезоне шесть легендарок и одна мифическая вещь. И в седьмом, то есть в текущем сезоне, тоже шесть легендарок и одна мифическая вещь. Причем обратите внимание, что все-таки с каждым новым сезоном вещей было больше. И их редкость тоже росла. Да, не все сезоны были по душе, например, шестой, как по мне, показался самым неподходящим для пабга. Но все же, подсчитав скины, мы делаем вывод, что по количеству и разнообразию роял пассы хуже точно не стали. Да, есть отдельные сеты, которые мало чем друг от друга отличаются, но по большому счету их не так уж и много. В каждом сезоне есть свои крутые скины и вещи, где-то больше годноты, где-то меньше. Лично мое мнение в том, что все-таки седьмой сезон наиболее, наверное, крутой по качеству скинов и их разнообразию. Ну и еще четвертый мне очень нравится. А вы напишите в комментарии, какой роял пасс вам больше всего понравился. Так или иначе, как мне кажется, роял пасс, пожалуй, самое небесполезное вложение своих денег в игру. Ну если сравнивать хотя бы с теми же самыми кейсами. Вот такие вот дела, друзья. В последнем сезоне добавили еще какой-то новый рейтинг РП и возможность открытия недель заданий раньше. Но это уже за дополнительные затраты. Ну в общем-то на этом и все. Нам с вами остается ждать только нового восьмого сезона. И теперь после этого видео, я уверен, будет намного легче определить, хорошим будет сезон или плохим. Я постарался сделать наиболее подробный разбор и потратил очень много времени на это видео. Поэтому надеюсь, вы зацените это и поставите лайк этому ролику. А если еще не подписаны, то обязательно подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить самые интересные ролики по PUBG Mobile и не только. Ну а с вами был Маламадрас. Увидимся в новом видео. Всем пока!